привет друзья я обещал рассказать что произойдет на пушкинской площади я обещал что я там буду и я там был я решил пройти от маяковска сначала на пушкинскую я туда прошел на пушкинскую я пришел без 10 минут два и достаточно долго стоял на пандусе таком возле здания известий там с высоты наблюдал на все что я могу сказать сейчас ходят слухи о том что да и пытаются обвинять сторонников навального в том что они призывали совсем юных детей буквально там школьников и так далее ну могу засвидетельствовать что школьников там практически не было но если и были то немного без 10 минут без двух минут два я видел как достаточно группа школьников судя по всему они там организовались через какие-нибудь сети и значит они в бешеном темпе улепетывали через газон ну там на противоположной стороне на пушкинской площади мы бежали только пятки сверкали вот потом я их не видел вот но говорят что одного там молодого человека задержали скорее всего это было как раз в этот момент вот к двум часам практически вся площадь была заполнена вы видите что ну больше конечно молодых было лет там 25-30 сейчас говорят что в районе 42 процентов людей вышли впервые на такие публичные мероприятия на митинг я там был не впервые я уже был и на сахаровой и на болотной был свое время ну надо сказать что после фильма он вам не димон молодежи было намного больше вот школоты всякой и так далее было больше сейчас это были люди вполне себе нормальные взрослые и и мне было не стыдно среди них находиться потому что люди все были разумны очень вежливые очень ну как бы все друг другу помогали никто никому не мешал провокаторов ну по крайней мере вот в этой части пока еще не было пока еще говорят провокаторы были с другой стороны на тверской какой там бульвар я уже не помню вот ну всяких нодовцев к счастью и прилепенцев я не видел говорят что они были там с другой стороны и какие-то там провокации пытались сделать значит без 23 то есть через 40 минут буквально да значит вот здесь вот были возгласы путин вор значит очень громко кричали свободу политзаключенным свободу алексею навальному россия будет свободной были такие лозунги были также лозунги свободу азату мифтахову и и цветковой тоже свободу это я слышал уже потом когда переместился на тверской на страстной бульвар вот без 23 я решил перейти на сторону пушкинской площади вот туда на пушкинскую площадь и я туда зашел там ну ближе к полицейским автозаком во первых полицейские автозаки и там огромное количество прессы всякой зарубежной я видел несколько украинских значит один плюс один канал точно совершенно видел кого-то еще с украины видел первого канала я там почему-то не видел вот ну рядом со мной достаточно долго стояла девушка совсем молоденькая такая на микрофоне у нее было значит значок мбх медиа ну что я могу сказать мне кажется она выискивала провокации может быть не не знаю вот ну как-то что-то она говорила там но она говорила не на камеру а чисто как микрофон то есть как бы передача насчет связи связи там практически не было то есть она была но интернет был крайне медленный я пытался вести прямой репортаж он не получился потому что связь тут же обрывалась причем обрывалась как только попадали в кадр почему-то омоновцы поэтому все что вы сейчас видите это я записывал на камеру камера у меня хорошие не бьющиеся очень маленькая вот со стороны пушкинской было достаточно много народу с плакатами свободу навальным плакаты очень простенький без древка просто на бумаге они значит разворачивали держали их в руках что по поводу провокаций значит был случай там один человек залез на фонарный столб он был в плач палатки и развернул плакат кесареву кесареву там что-то навального под суд и депортировать навального был на этом плакате значит он им размахивал сначала у него стали кидать снежками потом молодой человек полез чтобы его снять значит он начал топтать его руки значит там ногами по рукам бить по пальцам потом с другой стороны другой полез короче говоря через какое-то время этого провокатора скинули что было с ним дальше я не знаю говорят сильно побили я ну как я был достаточно старания потом значит ближе к без 10 3 где-то ну я стоял уже вплотную к полицейскими хотел пойти по тверской вниз потому что нам подходит к завершению час после начала акции и как правило в это время начинается силовые действия какие-то но под которые мне не хотелось попасть вот я подошел к переходу чтоб перейти по тверской вниз люди были все крайне сознательные на самом деле омоновцы там даже ну или себя до тех пор в принципе вполне нормально вполне миролюбиво спокойно слушали крики путин вор и прочее но никаких действий таких вот сильно активных не предпринимали вот из динамиков слышалось что полиция делать все возможное чтобы обеспечить безопасность в принципе ну наверно так оно и было более того девушки какие-то форме омона раздавали стояли и раздавали маски всем у кого их не было медицинские маски вот потому что ну часть людей была достаточно большая и без масок и с масками там по-разному все вот что еще могу сказать да были люди с золотыми ёршиками достаточно много вот ну как много 20 ёршиков точно было золотых там по-разному они там кто-то покрасил золото кто-то обернул золотой ленточкой вот что можно сказать ну людей возмущает конечно поведение власти 60 миллионов просмотров фильма про путинский дворец это конечно впечатляет я думаю что очень серьезно меняется настроение у людей к власти и про путинская как бы вот люди они как бы потихонечку меняют свои настроения меняют свои ориентации это самый важный эффект от этого фильма ну нельзя забывать что эта акция была не санкционированная поэтому людей пришло наверное не очень много ну вот все что я видел вот здесь вот все было заполнено людьми но вот то что здесь вот видно ну по моим оценкам где-то 10-15 тысяч вот то что дальше я не знаю я не видел и ну где-то вот без 10 минут я долго стоял на переходе и понял что переход перекрыт то есть на красный свет никто не переходил и ну я решил пойти по страстному гульвару туда в сторону метро в кинотеатра россии толпа была очень плотная еле-еле двигалась вот еле-еле двигалась но тем не менее переходили все на зеленый свет поэтому такими порциями продвигалась вот когда я перешел на другую сторону страстного бульвара уже стал двигаться к тверской назад вот там я уже видел что там прорвали цепь амона и ну показывали уже потом на кадрах что там были столкновения на страстном бульваре достаточно серьезные и не силово и ну я пошел вниз по тверской на охотный ряд людей достаточно быстро стало немного но тут уже был спустя нет чуть не полтора часа после начала этой акции но позже я узнал что людей направили по страстному люди пошли по страстному сторону трубной площади и там на трубной уже были достаточно большие задержания позже у матросской тишины тоже там бузили вот на трубной площади и дальше там на цветном бульваре побили машину фсо что в общем-то сказать ну говорит о многом в общем и настроениях людей вот ну вот так вот прошла акция я считаю что ну это только начало я думаю что навальный конечно слишком рано приехал и может быть вот как сказал венедиктов надо было сначала фильм выпустить и потом приехать но здесь уже не меня судить ну и что можно сказать ну полиция сработала достаточно четко она арестовала сразу всех организаторов заранее всех потенциальных организаторов и здесь тоже выдергивала всех организаторов так что в общем сказать можно сказать что вот этот митинг был в общем-то не организованный пока я шел там прошла то как бы я читал сообщение в телеграме было написано что илью варламова задержали потом значит через какое-то время вышло опровержение что илья варламов освобожден и там я его встретил вот в этой тусовке вот ну что я могу сказать что люди в основном были настроены миролюбиво но конечно конечно в такой толпе не может не быть провокаторов не может не быть всяких там других людей и и они были естественно ну какие-нибудь прилепенцы и так далее но вот подавляющая масса конечно очень хорошие люди которые хотят справедливости хотят чтобы закон соблюдался чтобы законы применялись не только против тех кто противник власти но для всех людей было одинаково чтобы не было такого ну и я в том числе вот отношусь к этой категории граждан были люди вот некоторые говорят что нужно радикально нужно какие-то силовые методы иначе эту власть не скинуть вот но я считаю что здесь не так много народу еще было для того чтобы какие-то но силовым методом можно было сбросить власть это мы практически невозможно и но по оценкам как бы еду где-то читал что для того чтобы власть сменилась должно выйти на улице 10 процентов примерно или хотя бы 5 процентов людей то есть для москвы это 600 тысяч вот здесь было в районе там 15 тысяч я думаю что это реальная оценка поэтому я считаю что некие силовые действия сейчас не нужны какие-то экстремистские вот но что будет в дальнейшем посмотрим что я могу сказать о власти но здесь полиция сработала на мой взгляд ну достаточно понятно и не знаю вот не очень жестоко я бы сказал что будет впереди я не знаю что по поводу власти по моему власть действует абсолютно тупо и безмозгло на мой взгляд со стороны власти был бы хороший ход сейчас сделать что-то неординарное такое типа отпустить навального или еще что-то ну как-то спустить на тормозах эту ситуацию то есть какие-то оттепель объявить значит выпустить политзаключенных я не думаю что это ей сильно бы угрожало ну я не знаю что но то что власть делает это идет по абсолютно тупому варианту наращивание силы закручивание гаек что в общем то я думаю что в августе нас ждут сильная эскалация всего этого сильная эскалация насилия сильная эскалация напряженности и там произойдут ну основные события то есть там уже выйдут все ну почему в августе потому что в сентябре намечаются выборы в августе уже будет понятно насколько эти выборы будут насколько власти задавят все они уже давят уже есть принято законы что нельзя критиковать единую россию нельзя критиковать вообще никого надо если хочешь за кого-то агитировать то надо зарегистрироваться в цикке а это значит что к тебе будет повышенное внимание поэтому ну значит к чему это приведет вот к таким вот уличным акциям поэтому поэтому ждем смотрим будем наблюдать я всегда хочу составлять свое мнение потому что верить я не привык уже никому потому что ну то что говорят там на первом канале скажут что вышла кучка каких-то пьяниц и алкоголиков и наркоманов это не так но когда оппозиционные средства массовой информации говорят о том что полиция проявила какую-то немыслимую жестокость и так далее ну я думаю что это тоже еще пока не так потому что бессмысленно такой вот и жестокости не было я ушел двинулся уже с площади пушкинской ну когда почувствовал что сейчас будет разгон и они начались в общем сказать там буквально через полчаса после оттуда ушел уже увидел что пушкинская полностью зачищена как ее защищали я видел то есть прямо вот ну буквально в нескольких метрах от меня омоновцы уже выстроились такую шеренгу и я видел как они просто вот ну такой вот толпой врезаются просто в толпу сшибают всех подряд значит там в снег кого-то хватают и уводят там несколько человек это их тактика рассечения толпы а их этому учили вот то есть в районе трех часов началась зачистка пушкинской площади ну вот так такие мои впечатления ощущения что вы думаете напишите в комментариях подписывайтесь на меня мой канал совсем не протестах поэтому следующее видео будет об инвестициях на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий